Всем приветик, с вами Катринка, очень рада, что заглянули на мое видео, на мой канал. В этом видео я расскажу про правила перевозки жидкостей на борту самолета в ручной кладе, так что не переключайтесь и смотрите видео до конца. Первое, что хочу сказать, в авиакомпании Визаэр действует определенное правило перевоза жидкостей. Жидкости можно перевозить, но они должны быть в флаконах не более 100 мл. И также общая сумма жидкостей на одного человека не должна превышать 1 литра. И сейчас вместе с вами я буду разбирать, что же я буду брать с собой в поездку, какую косметику, какие жидкости, потому что в основном эта косметика попадает под жидкости, но и не только, я расскажу, что еще попадает в категорию жидкости. И давайте разберем с самого начала. Перед этим еще хочу сказать, что почему у меня они в таком прозрачном пакете. Это также правило, все жидкости должны быть запечатаны в прозрачном пластиковом пакете. Желательно, чтобы это был зип-пакет, вот с такой застежкой. Это именно правило. Я знаю, что многие перевозят в прозрачных косметичках или даже не прозрачных, а в своих самых обыкновенных маленьких косметичках, сумочках и так далее. Да, возможно и так, но по правилам является вот именно данный вот такой прозрачный пластиковый зип-пакет, который должен плотно закрываться. Конечно, я готовилась к поездке, и я знала, что мне нужно собрать косметику до 100 мл, и естественно, у меня некоторая дома была. Поэтому я вам покажу, что именно я беру первым делом из косметики в 100 мл. Ой, извините, что такие немножечко залапанные баночки. Первое, что я беру, это, конечно же, очень незаменимая вещь, это гель для душа. И также это молочко. Почему я беру молочко? Потому что, в принципе, крема для тела, для рук я не беру. Поездка всего на несколько дней, и я думаю, что мне этого крема, конечно же, достаточно. Очень удобные бутылочки, видите, 100 мл. Это компания Chapter 2. Если я не ошибаюсь, это делают у нас Нидерланды. Очень хорошее качество, очень мне нравится запах. Этот гель я им пользовалась уже давно, ну так по чуть-чуть. Он очень экономный, я вам скажу, что вот этого объема хватит, наверное, на месяц. Поэтому, конечно, если у вас есть баночки еще меньше, и вам нужно всего на пару дней, вы можете перелить в еще меньшей емкости, сколько нужно вашей жидкости на ваше время пребывания, путешествия. Мой выбор такой. То есть я беру вот такие шампунь, вот такое молочко, которое мне будет заменять все крема, кроме для лица, да, крема. Далее, что у меня идет дальше? Конечно же, это умывалка номер один. Умывалка у меня La Roche Posse Effaclar. Очень удобно, что я ей как раз таки пользуюсь, и она 50 мл. Это просто мое спасение, что мне нужно придумывать отдельные какие-то бутыльки, переливать и так далее. Очень удобный объем, размер как раз у меня уже там на исходе практически, и мне на пару дней хватит. И люблю эту умывалочку. Очень хорошая вещь, будет незаменима в путешествии. Далее, что касается волос. Я заказала шампунь. Он, видите, запечатан новый, потому что не захотела переливать. Заказала также эту компанию Chapter, только это номер 5. Это шампунь Персик и Орхидея. Вот так он выглядит, потому что он 100 мл. Он очень хорошо подходит. И, в принципе, нам на двоих, так как мы с мужем в поездке, этого тоже хватит не только на пару дней. Я думаю, что на несколько недель бы хватило. Значит, этот шампунь, он идет для объема и так далее. Но это совсем не важно. Я просто выбрала, в принципе, хорошего качества шампунь и то, что мне попалось по маленькому объему. Я выбирала на сайте специально маленький объем. И мне попался вот такой шампунь. Это очень удобно. Вы можете не обязательно покупать себе пустые баночки, в которые переливать ваши жидкости, а уже заказать себе изначально, если вам нужно что-то из ухода, вот такие маленькие средства. Это также очень-очень удобно. Почему? Потому что я посмотрела, что пустые эти баночки, наборчики стоят не так уж и дешево. Они стоят, наверное, как целый набор вот этого чептера практически по стоимости. Поэтому, честно, не хочется покупать просто пустые баночки без наполнения. Далее, что мы берем? Это у нас тональный крем Ивраше 30 мл. Тональный крем – это также жидкость. Все, что у нас идет в миллилитрах, вся косметика, которая считается миллилитрами, это все жидкости. Поэтому мы должны будем предоставить ее, когда нам скажут «показать жидкости» именно в этом целлофановом пакетике с всеми остальными жидкостями, которые вы собрали. Поэтому будьте внимательны. Не забудьте, что тональный крем – это также жидкость, которая должна быть у вас вместе со всем этим содержимым. Пару слов про тональник. Очень хороший, мне он нравится, конечно же. Поэтому он хорошо мотирует, перекрывает какие-то мелкие недостатки. Кожа не блестит у меня, комбинированная, жирная. Поэтому хороший объем, маленький. У меня тон беж 200. Далее, про волосы я совсем забыла. Взяла шампунь, а также взяла пробник вот такого вот бальзама для длинных волос. Это Estelle Otium. Просто взяла пробник, честно говоря, чтобы не переливать огромную бадью. Бальзама мне не нужно, потому что мне нужно будет помыть волосы, наверное, один или два раза. Поэтому мне такого пакетика вполне достаточно. Не забудьте также его положить в жидкости. Хоть он и в таком пакетике, а не в бутыльке, да. Это также жидкость. И если у вас есть, вы берете с собой маски для лица, которые также написано, что в миллилитрах, потому что там жидкость. Обязательно также сложите его в пакет со всеми жидкостями. Не забывайте, они также относятся в эту категорию. Поэтому очень удобно, если вы собирали ранее пробники. Это очень удобно на несколько дней брать с собой в путешествие. Далее, крем для лица. Это обязательно моя вещь. Сейчас у меня и в Роше уже заканчивается. Себа Веджитал Пьюр. Там его совсем осталось на несколько дней. И надеюсь, что хватит мне в путешествии. 40 миллилитров для комбинированной козы. Это мой просто любимый, обожаемый крем. Он очень хорошо подходит и сочетается с этой тональной основой. Потому что не все крема можно наносить потом тональник. Часто скатывание происходит или еще какие-то неприятные вещи. Вот здесь комбинации, они работают очень хорошо. Крем не жирнит, впитывается и на него хорошо ложится макияж. Поэтому я беру вот такой вот кремчик. 40 миллилитров. Все он, как говорится, проходит в нашей норме. Далее не забываем, что зубная паста. Естественно, куда же мы без нее. Я купила новую, вот еще не открывала. Это сплат отбеливания. Здесь у нас 40 миллилитров. Естественно, не забываем, что зубная паста также относится к жидкостям. Ее нужно положить в этот прозрачный пакет. Но не забывайте, что нельзя брать пасту 200 миллилитров, 150 или даже 125. Далее у нас идет обязательный атрибут путешествий. Спрей дезинфекция для кожи рук. Это может быть любой спрей, гель. Это все будет считаться жидкостью. И здесь у нас 50 миллилитров. Также берем маленький. У меня, видите, здесь уже столько, но я думаю, что этого хватит. Достаточно с головой хватит. Далее дезодоранты. Это очень важная вещь, потому что аэрозоли на борт самолета, насколько я знаю, приносить нельзя. Поэтому вот такой шариковый или сухой дезодорант будет вам в помощь в самолете. И он маленький. Здесь у нас сколько? Также 50 миллилитров. Все. Он у нас проходит и он у нас будет разрешен к проносу на борт самолета. Далее. Смотрите. Я сюда даже положила тушь. Не знаю. В некоторых источниках я прочитала, что так как тушь у нас идет 8 миллилитров, моя, я извиняюсь, 10 миллилитров, это также жидкость. И губная помада также относится к жидкостям. Не знаю, нужно ли класть. Одни говорят, что нужно, другие нет. Но в любом случае я вам покажу, что тушь могут вас тоже попросить положить сюда в жидкости. Ну, могут и нет. Может быть, декоративная косметика останется отдельно в вашей косметичке. И к вашей помаде никто не будет, как говорится, иметь дополнительных лишних вопросов. Ну, мой выбор в путешествии это тушь Volume Elixir. Очень классная тушь. Мне она очень-очень нравится. Здесь идет у нас объем и уход с пептидами гибискуса. Да, очень классная тушь. Смотрите, мне очень нравится. Ее кисточка конусообразная. Поэтому думаю, что это будет очень хороший вариант в путешествии. И, конечно же, нужно чем-то будет смывать наш макияж. И я выбрала средство, которое очень-очень мне понравилось. Я его очень люблю. Это Pure Camille мицеллярное масло для снятия макияжа. Но, смотрите, вот в таком объеме, в таком варианте, я его никаким образом не могу взять в самолет. Потому что здесь объем 150 мл. И не важно, что у меня, видите, сколько его тут осталось. Несмотря на то, что здесь осталось 10 мл, это недопустимая тара для провоза в ручной кладе. То есть, даже если у вас будет шампунь 200 мл упаковка, но в нем будет налито совсем на дне, вас все равно попросят это выбросить. Будьте внимательны. И, конечно же, я вот этот объемчик, мне его будет достаточно на несколько дней, этого масла с головой, чтобы убирать макияж. Он прекрасно удаляет макияж, растворяет. Но это видео не об этом средстве. Вот это средство я буду переливать. А куда? Досмотрите это видео до конца. Я вам покажу мой личный лайфхак в путешествиях, куда я переливаю нужные мне средства. Итак, рассказываю мой личный лайфхак. В чем я перевожу в путешествиях жидкости, которые мне нужно перелить. Вот, это у нас стерильный контейнер для мочи. Да, можете смеяться, можете говорить, что это как-то странно, еще что-то лучше купить, китайские баночки. Но для меня нет. Для меня это более надежный способ. Сейчас расскажу почему. Китайские баночки не все качественные. И они стоят довольно дорого. Они могут пролиться. Я читала отзывы, что часто бывает, что-то где-то не докрутили, плохо закрутили, криво крышка прошла. И получается, что мы имеем потом неприятности. Чтобы этого не было, я вам советую взять вот такие контейнеры. Смотрите, здесь как раз 60 мл. Чем они хороши? Они очень классно закручиваются. И у вас ничего не прольется. Я вам говорю, гарантирую, потому что уже проверенный этот метод. Я, конечно же, возьму это средство, перелью сколько мне нужно. Вот такую баночку. Можете найти меньше, можете взять разные контейнеры. Главное, чтобы они были до 100 мл. Вот, в принципе, и все. Теперь не забываем все запаковать. Опять же, показываю вот в такой прозрачный зип-пакет. Это обязательно. Все это мы закрываем. И когда нас попросят предъявить жидкости, мы этот пакетик просто-напросто покажем, что у нас все в порядке, все хорошо сложено. Еще я слышала такое правило, что таких бутыльков должно быть не больше 10 на одного человека. Но, не знаю, вот на сайте Визер, допустим, официальном сайте, правила такого нет, что 10 бутыльков. Там есть единое правило, не больше 100 мл и общий объем, не более литра на одного человека. Все. Другого правила я не знаю про 10 штук, поэтому я буду придерживаться официального сайта. А сейчас я хочу подсчитать, какой у меня общий объем моих принадлежностей всех. Не будет ли он превышать литр? Итак, я подсчитала, у меня получилось всего 590 мл. То есть у меня еще огромный запас жидкости, которые, по идее, если поместятся в мой пакетик, я могу провести. Еще раз хочу напомнить, что, допустим, вот это средство, оно у меня наполовину пустое или наполовину полное. Но я считала его как 50 мл. Правильно считать, столько, сколько идет объем данной тары. То есть мы считаем по таре, а не по наполнению. У меня получается 590 мл. Все, друзья, я надеюсь, кому-то было это видео полезно. Ставьте лайки, кому понравилось. Пишите мне в комментариях. Подписывайтесь на мой канал с колокольчиком. Далее будет очень-очень интересное видео. Конечно же, я надеюсь отснять для вас видео из путешествия, куда я поеду. Попрошу вас угадать в комментариях. Я вам задам такую небольшую загадку. Кто угадает, напишите в комментариях, как вы думаете, в какую страну я собираюсь. В этой стране очень чистая вода. Она течет прямо из-под крана. Можно не бояться пить воду в любом месте. И также на улицах города очень много питьевых фонтанчиков, которые люди набирают в свои бутылочки воду и пьют ее. То есть вода по этой стране, по этому городу, который я собираюсь, питьевая, отличного, высокого качества, очень чистая и очень вкусная. Кто знает, что это за город, что это за страна, пишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!